В эфире канала Академия Проект Точка Зрения. Здравствуйте! В студии работает Виталий Хемия. Я представляю сегодняшних наших гостей. Делаю это с удовольствием. Директор экономико-правового колледжа Международного гуманитарного университета Анатолий Николаевич Меденцев. Здравствуйте, Анатолий Николаевич. Рад вас видеть. Студентка этого колледжа Елизавета Михайлова. Здравствуйте, Елизавета. Здравствуйте. Первый вопрос вам, Анатолий Николаевич. Заканчивается учебный год, май месяц у нас на дворе. И перед абитуриентами, их родителями проблема выбора как никогда актуальна. Почему выпускникам, студентам, будущим студентам делать именно стоит выбор останавливаться на экономико-правовом колледже? Благодарю. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Наша встреча в телеэфире будет полезной прежде всего для выпускников, правильно подмечено, школ 2015 года, а также для их родителей, бабушек и дедушек. На личном примере, на примере многих студентов, зная, как непросто решить вопрос и определиться, чем заняться после окончания школы. Вообще известно, чтобы стать нужным, полезным, востребованным, необходимо не ошибиться в правильности выбора будущей специальности, профессии. И главное, определиться в учебном заведении, которое предоставит возможность получить эту профессию. Наша задача – помочь вам решить этот вопрос и получить желаемый результат. Экономико-правовой колледж Одесского международного гуманитарного университета – это именно то место, где вы с удовольствием окунетесь в мир знаний и реализуетесь сполна. Педагоги и старшекурсники нашего колледжа окружат вас с заботой и вниманием. Вы будете пользоваться отличной материально-технической базой, развитой инфраструктурой. Это и ухоженная территория, более 6 тысяч квадратных метров, трехэтажный учебный корпус с современно оборудованными аудиториями, кабинетами, семью компьютерными классами, студенческое кафе на 200 посадочных мест и многое прочее иное. Учебное заведение располагает хорошими возможностями успешно заниматься студентам спортом и творчеством. Кроме того, в распоряжении студентов это и два стадиона, и другие спортивные сооружения наших двух университетов. Географический колледж очень удобно расположен в центре Одессы, на второй станции Большого фонтана, развитая транспортная развязка. В колледже работают более 150 преподавателей Международного гуманитарного университета. Большинство из них имеют ученые степени, звания, это и кандидаты, доктора наук, это профессора и доценты. Дорогие ребята, в стенах колледжа вы сможете получить различные специальности. Прежде всего, это правоведение, то есть юристы, это экономика и менеджмент предприятий, это начальное образование, то есть учителя начальных классов, переводчики, экскурсоводы. Обслуживание компьютерных сетей и систем, это программисты, ремонт, наладка, настройка сетей и систем, это дизайнеры. Новая, абсолютно не имеющая аналог в других учебных заведениях, специальность, которая уже опробирована в нашем учебном заведении. Я так понимаю, что рядом с вами сидит будущий юрист. Елизавета, расскажите, почему два года назад вы выбрали именно это учебное заведение для продолжения получения образования? Будучи еще школьником, я уже определилась с профессией, с делом, которым хочу посвятить большую часть своей жизни. Я хочу быть профессиональным юристом, и чтобы добиться этого, я выбирала очень тщательно заведение, которое может предоставить мне такие возможности. Мой выбор остановился на экономико-правом колледже. Это, как мне показалось, очень неплохой выбор, даже очень хороший. И мои надежды, знаете, оправдались. Я уже заканчиваю второй курс и получаю достаточно неплохую учебную базу. Я очень довольна. Скажи, пожалуйста, вот за эти два года, что больше всего запомнилось? Это и, как ты говоришь, учебная база, это и знания, наверняка это и проведенное время интересно в коллективе, где все тебе рады, где дружеские отношения. По-настоящему вы говорите правильные слова, поскольку наш колледж отличается достаточно дружным коллективом, потому что с самого начала нас учат находиться в коллективе, учат помогать друг другу не только как в учебном плане, но и в принципе... За пределами аудитории. Да, вне классной жизни. Мы достаточно часто устраиваем разные мероприятия, которые объединяют студентов, они занимаются одним делом, вкладывают туда свою душу, свои силы и таким образом заводят новых друзей, что немаловажно. Анатолий Николаевич, успешный студент, успешный профессионал, это прежде всего дисциплинированный студент. Вы наверняка подтвердите мои слова, вот я вижу, даже Елизавета пришла в форме, это имеет значение? Пилотный, вначале, как пилотный проект, и сегодня уже опробировано в течение более 10 лет форма. Сергей Васильевич Кивалов очень тонко подметил и назначение формы, и содержание ее. Вы посмотрите, тут и погоны, тут и атрибутика, олицетворяющая цвет нашего молодого поколения. Они с удовольствием носят, пользуются и с гордостью. Вы знаете, на глазах, вот отмечаю уже, я работаю 4 года, отмечаю, как на глазах преображаются выпускники школы. Они взрослеют, взрослеют не по паспорту, а по сути своей. Они становятся ответственнее, они становятся разнообразнее и реализуют свои способности, таланты через призму и спорта, и творчества. У нас и брейн-ринги, у нас и КВН, у нас и дискуссионные клубы, научно-практические конференции. Вот только прошла пора научно-практических конференций в Международном гуманитарном университете. Более трех десятков студентов колледжа выглядели, выступили настолько достойно, что буквально сорвали аплодисменты и восхищение не только студентов, но и преподавателей, которые были слушателем и оценщиком. Они получили сертификаты годности, пригодность, профпригодности. Это о многом говорит. То есть уже в таком юном возрасте молодой человек или девушка могут себя в науке проявить? Однозначно. То есть условия для этого есть все в колледже? Концептуальное начало Сергея Васильевича идеи колледжа – это ранняя профилактика. Она оправдала себя, жизнь подтвердила поколениями. За 9 лет колледж выпустил 1118 студентов. Они состоялись в жизни, успешными и востребованы. Многие из них уже сегодня работают в тех или иных органах государственной власти, местного самоуправления, юстиции, прокуратуры, внутренних дел, банковских учреждениях, различных организациях, предприятиях. И в том числе и за пределами Одессины. Это о многом говорит. То есть наверняка вы поддерживаете связь с выпускниками, следите и их успехи, и это ваша гордость, и ваши успехи в том числе. И они поддерживают. Вы знаете, когда бывшие студенты, выпускники, в той или иной форме общаясь с нами, обязательно высказываются однозначно, что с удовольствием вспоминают о годах, проведенных в стенах колледжа. И рады тому, что не ошиблись в своем выборе. — Елизавета, вот мы с Анатолием Николаевичем говорим о выпускниках. Совсем скоро этот путь предстоит и тебе. После окончания колледжа расскажи, пожалуйста, о своей тропе жизни. — В дальнейшем у меня, на самом деле, есть планы некоторые. Я думаю поступать в МГУ, поскольку это очень просто после колледжа, без экзаменов. Это очень практично. Закончить весь учебный процесс. Весь учебный процесс. А потом уже, думаю, посвятить себя преподаванию. — Преподаванию именно юридических? — Да, именно юридических дисциплин. Я считаю, у меня, я так чувствую, у меня к этому есть какие-то способности. И более того, эти способности во мне раскрыл экономика правой колледжа, потому что здесь я показала себя в некоторых мероприятиях. Я так понимаю, что приходится, даже если у тебя есть какая-то практика, что ты объясняешь какие-то не совсем понятные вещи своим сверстникам, лидер своей группы. — Может, Наталья Николаевич подтвердит? — Безусловно. Это свет колледжа. Один из представителей элиты. И Лиза преуспела не только в учебном, воспитательном процессе, но и в творческом началах. Она активна, продуктивна и получает от того, чем занимается, за рамками аудиторной нагрузки удовольствие. — И Лиза является примером для других своих сверстников, и это вообще-таки поощряется. — Лидером, личным примером, это однозначно. — Мы уже общаемся с вами больше 10 минут, и наверняка у молодых людей, у их родителей уже возникло желание, возник вопрос, а какие, собственно говоря, условия поступления? Порядок нужно соблюсти, чтобы, не дай Бог, ни один документ не упустить, и вот все, что нужно заполнить и стать студентом. — Порядок следующий. — Экзамены для девяти и десяти классников. Общий экзамен для всех, независимо от специальности. Специальности я назвал. Это диктант по украинскому языку. Далее, это устный, второй экзамен, это устный, согласно профильных дисциплин. Ну, правоведы — это история Украины, компьютерщики — это математика, начальное образование — это иностранный язык. Вы знаете, с удовольствием слушаешь студентов, которые идут по этой специальности. Уже на втором курсе они свободно общаются на двух языках — английском и немецком. К концу обучения у нас они третий язык осваивают. Поступают в МГУ уже, ну, не хочу умолить статус, значение школьника и выпускника школы. Но деканы, заведующий кафедр МГУ единодушны в плане высказываний, заключений, что выпускники колледжа смотрятся значительно более подготовленными по сравнению с выпускниками 11 классов школ. Чтобы молодой человек пришел в колледж, он должен о нем узнать, какая практика такой вот, скажем так, рекламы. Это могут быть не открытых дверей, это могут быть какие-то выезды. Расскажите, пожалуйста, подробнее, Антон Николаевич. Палитра форм, методов и способов общения с будущими абитуриентами и их семьями различен. Да, действительно, мы регулярно проводим дни открытых дверей. Мы патронируем ряд школ, куда в течение учебного года и не только текущих, но и предыдущих, наши преподаватели, наши студенты приходят и оказывают ту или иную методическую, методологическую, творческую помощь. Живут интересами этих общеобразовательных школ. Кроме того, мы бываем, мы, это преподаватели и студенты, бываем в этих школах, встречаясь, обсуждая и помогаем им сформировать решение, куда, на какую специальность прийти к нам. Это практика, практика нескольких лет последних, и она себя оправдывает. Не так давно мы побывали в ряде районов, это и Белгород-Нистровский, это и Авидеопольский, город Ильичевск, где встречались с аудиториями 200, 250, 80, 100 человек. Пришли не просто, ну, кто пришел, пришли заведомо заинтересованные ребята, которые хотят услышать из наших уст условия, правила поступления и обучения в нашем колледже. Значит, у нас есть свой сайт, естественно, в интернете, естественно, такие встречи в телеэфире мы также используем. Ну и вообще, буквально вчера было три семьи, привели в том числе своих ребят, и мы предоставляем возможность, чтобы не понаслышке пройтись по аудитории, пройтись по территории, увидит, в каких условиях будет продолжаться их жизнь в ближайшие 2-3 года. Наталья Николаевич, согласны ли Вы с тем, что работа в области – это такое потенциальное направление, которое нужно постоянно использовать? Ну вот, близлежащие районы – это хорошо, а у нас ведь самая большая область в Украине, и не совсем правильно оставлять за пределами Вашего внимания отдаленные районы, регионы. Здесь правильно подмечено, я хочу сказать, что по географии наши студенты представляют по существу всю Украину. У нас и сегодня занимается и с Востока, и с Дапада, и Львовская область, и Закарпатская, и Винницкая. Мы используем и правила, или принцип народной дипломатии. Наши студенты сегодняшние, бывая у себя по месту жительства, общаясь со своими земляками, рассказывают о нашем учебном заведении, и таким образом, ненавязчиво, помогают им принять решение в пользу и свою, и колледжа. — Елизавета, расскажите, а как Вы узнали о таком учебном заведении? Где-то, может быть, была информация, или, может быть, поделились друзья, подруги? — В основном сейчас большинство информации получается из интернета. И когда ты вбиваешь в поиск, куда поступить, какие там вузы, и выбивают основную информацию, там уже узнаешь… — На день открытых дверей приходила? На день открытых дверей? То есть, чтобы увидеть, посмотреть, или сразу определилась, как бы у тебя не было таких вот колебаний, как у… — Когда уже я нашла потенциальный колледж, я отправилась в тишню на день открытых дверей, и там получила абсолютно новую для себя информацию, что-то… — То есть, укрепилась в своем мнении, насколько я понимаю. — Да, что-то больше поняла, и решила поступать сюда. — Позвольте еще… — Да, конечно, Антон Николаевич. — Учитывая пожелания родителей и ребят, президент Международного гуманитарного университета Сергей Васильевич Кивалов принял решение и о заочной форме обучения по двум специальностям — это правоведение и экономист. — У нас четыре года в колледже работает и эта форма образования. Это многих устраивает. Кроме того, с прошлого учебного… с прошлого календарного года введена новая современная форма обучения в нашем колледже. Это ребята 10-11 классов без отрыва от учебного процесса в общеобразовательных школах на заочной форме обучения получают образование и у нас в колледже. Таким образом выигрывает целый год. Они в последующем принимаются после окончания колледжа на второй курс Международного гуманитарного университета. — Очень важно, чтобы колледж оставался успешным заведением на протяжении длительного времени. Всегда оставался. Это постоянно нужно развиваться. То есть есть материально-техническая база, это хорошо, но наверняка каждый год придумывается что-то новое, дополняется, совершенствуется. Поделитесь планами. Безусловно, пример старших, а таковыми является Национальный университет Одесской юридической академии, Международный гуманитарный университет, вдохновляет нас на то, чтобы действительно развитие, совершенствование и учебно-воспитательного процесса, и материально-технической базы, инфраструктуры продолжался, продолжался, продолжался. Нечего сетовать на те или иные сложности, трудности. Созидательный процесс должен быть работающим. За последние только годы мы обустроили спортивную площадку у себя рядом, оборудование класса как по общеобразовательным дисциплинам, так и кабинеты по специальности. Это и правоведение, педагогика, экономика. Обустроили, продолжали обустройство внутренних дворов колледжа. Значит, постоянно совершенствуем обустройство тех или иных аудиторий. Это использование и оргтехники, видео, компьютеры. У нас сегодня... У вас полноценный 21 век. Да. У нас сегодня инструментарий, это не только бумага и ручка. Это последние продукции 21 века. Очень важно идти в Новгороде со временем, чтобы студент мог найти применение везде, во всем желаемом. Мало того, в этом процессе принимают активное участие наши студенты. В том числе, взять компьютерщиков. Наши ребята, 3-4 курсы участвуют в процессе обучения людей пожилого возраста, компьютерной грамоте, привлекаясь таким образом в качестве наладчиков, программистов и обучается общению с людьми и обучается своей будущей профессии. Речь идет, я скажу телезрителям, о тех регулярных курсах, которые, вот, под руководством Сергея Васильевича Кивалова, насколько я знаю, проводятся уже не первый год, а будут проводиться дальше. Кроме того, позвольте еще сказать. У нас же сочетание теоретического и практического курсов. После второго курса, после третьего курса, ребята уходят на практику. У нас есть договорные отношения с главным управлением юстиции области, с территориальным управлением судебной администрации области, с банковскими учреждениями, со школами, куда ребята направляются. В этом году пять недель они проходили эту практику. Получили самые положительные отзывы. Но главная оценка – это высказывание самих ребят. Они возвращаются, ну, иными уже. Они понимают не только в теории, но и в практике о том или ином составляющем своих будущих профессий. И в документах, и в правилах, и в процедурах. – Анатолий Николаевич, в конце программы обратитесь, пожалуйста, опять к родителям, к молодым людям. Куда идти, куда обращаться? Наверняка каждый день они могут получить информацию, которая их интересует. Скажите, где? Уважаемые взрослые и дорогие дети, ждем вас. Ждем вас и в период прохождения экзаменов в качестве абитуриентов. И верим в то, что вы будете на торжественной линейке, посвященной Днем Знания 1 сентября, уже в качестве студентов. Верим в это. Добрый путь вам. Желаем реализовать себя именно в стенах нашего учебного заведения. Наши контактные телефоны. 30-10-58. Адрес? 32-03-78. Это с тем, чтобы записать успели. Юридический адрес. Город Одесса. Перелог Бисквитный 3. Ласка вопросом. Спасибо большое за участие в передаче. У нас в точке зрения сегодня был Анатолий Николаевич Меденцев, директор экономика правового колледжа МГУ и студентка колледжа Елизавета Михайлова. Спасибо и удачи вам. Спасибо вам. Спасибо телезрителям за внимание. Берегите себя и всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова